Нет, конечно. Ну, что касается Трампа, это не новость. Трамп, в принципе, прямо скажем, по ряду таких же вопросов, он вел себя не менее эксцентрично. Тут принято считать, давайте я уже немножко раскрою, что при Трампе впервые начали давать летальную сброду. И это часто звучит как довод в пользу Трампа с 16-го года. Я напомню, что эти джевелины лежали в ангаре, там их было, может быть, штук 16. Ими было запрещено пользоваться. Когда в конце 22-го года использовали в боевых условиях Байрактар, там был, значит, скандал у нас в военном командовании. А что уж говорить про джевелины? Да. Это раз. А во-вторых, это решение теперь известно как пробивалось. Пентагоном, который поддерживал Украину и добивались передачи именно этих видов вооружений. И именно Трамп этому сопротивлялся. Да, он президент. И когда все-таки окончательно было принято решение, он с ним согласился. И какая-то передача была, хоть и вот та, и в том виде, о котором вы, Алена, сказали. Поэтому иллюзии по поводу Трампа никто не питает. Понимаете? Другое дело, что надо прямо сказать, что и в период его первой каденции, 16-20-й год, он много чего хотел сделать и многое не смог сделать. Помните, расследование Мюллера было. Были постоянные чехарда в администрации у него. Там приходил Рекс Тилерсон, на его место пришел Помпео, а тот был настроен строго определенным. Болтон был советником национальной безопасности. Это на месте позиции Салливана. Находился Болтон. А Болтон-то мужичок конкретный. Он ушел только потому, что предлагал ударить по Венесуэле, по Мадуро, значит, военные удары осуществить. И Трамп отказался от этого. Но сейчас он, кстати, в штабе у Трампа работает. Вот надежда на то, что окружение Трампа, а он не может себе позволить исключительно только там типа Такера Карсона, таких людей, он не может Трамп позволить. Это должна быть обширная среда представителей республиканской партии, которая, скорее всего, будет держать его по рукам и ногам, чтобы он не такие свои темы не реализовал. По поводу Украины, что она может стать частью России, или часть Украины может стать частью России. Поэтому, на самом деле, здесь есть сдерживающие такие предохранительные механизмы внутри республиканской партии. Это так работает. Они сдержки противовеса касаются и всей государственной системы, и республиканской партии по отдельности тоже. Так работает американская система. Поэтому просто так Трамп сдать Украину один в одиночку, в одинарик не сможет. Этого не будет. Понимаете? Будет ли это какое-то изменение политики, которое ведет на последнем этапе, вот в течение этого, 24 и 23 года, второй половины, администрация Байдена, это позиции уступок, трусости и так далее. Будем прямо называть эту вещь своими именами. Мы не знаем. Мы сейчас на это заранее не ответим. Лучше будет, хуже. Это может там какую-то иметь инвариацию. Понимаете? Может иметь. При определенных обстоятельствах Трамп человек импульсивный. Он может повести себя эксцентрично. Предложит Путину. Тот откажется. Скажет, ах ты так. Тогда и оружие дам. Ну, то есть, человек он эксцентричный. Мало ли что. Мало ли что. Но это все равно вопрос не решает, понимаете, в отношении политики в целом на всем пространстве Европы, прежде всего восточной, которая находится под угрозой российского вторжения. Российская армия растет. Об этом Коволе, как он это, представитель командующей силы. Коволе. Коволе, да. Ну, извините, не туда поставил. Это итальянский вариант фамилии. Американский генерал, который говорит о том, что Россия восстановила потенциал. Но это уже говорит не какой-то там чиновник, это уже говорит генерал, который глава командования, он знает, у него есть информация и разведка, и другая. Но если он уже об этом говорит, а вы чем отвечаете на восстановление потенциала воюющей стороны? Россия сумела восстановить этот утраченный потенциал. А вы что делали в этом? А вы что наращивали? А вы как восстанавливали свой потенциал? А никак. Что серьезно увеличен контингент в Европе американских сил? Как-то НАТО себя по-другому повело. Мы вот, Василий Васильевич, не увидели. Спорадические учения, да, неправильные. Какая-то попытка запустить производство. Но это все так медленно. Это столько обсуждается. Постоянное заявление о том, что Россия нападет через 10 лет. Нет, через 6. Нет, через 3. Нет, она в 25-м году нападет. А вы что делаете для того, чтобы этого не произошло? Что вы конкретно делаете? Они говорят, мы будем готовиться. Мы будем менять там то, сё, 5-е, 20-е, комплектование, вооружение. Будем склады распечатывать какие-то. Будем от американцев вооружие получать. А вот Украине вы не хотите помочь, чтобы это не дошло до того, что вы сами будете воевать? В общем, в целом, я бы сказал, что ситуация такая, что она может измениться к лучшему в ноябре. После выборов. Ну, при определенном результате. Том или другом, кстати сказать. Том или другом. О сохранении Байдена или прихода Трампа. А вот она может улучшиться. Радикально и быстро. А может случиться такая вот ситуация при обострении, там неизвестной. Обменяются ядерными ударами Израиль и Иран. Не дай бог, конечно. И ситуация сама голопом пойдет. Уже не до цацканин. Не до сюсю и всего остального. И тогда, наверное, включится механизм, который... Знаешь, что ты там типа старичок Байден, ты нам не мешай. И тут уже появятся какие-то генералы-ястребы и так далее, которые, знаете, начнут действовать порешительнее в разных своих ключевых ипостасях. Ну, они как советники выступают, как военное командование, как Пентагон, как глубины государства могут предложить какой-то план по сдерживанию Москвы уже более радикальный. Такой тоже может быть. Но я еще раз повторяю, для этого должны сложиться условия, нужные степени решимости, да, оценивать план. Российская Федерация запускает свои различные информационные кампании, в том числе против украинской власти. И одна из самых обширных и массовых ее маркирует как спецоперация «Майдан». Посвящено это тому, чтобы вызвать недоверие украинского общества к нашему президенту Владимиру Зеленскому, мол, ненастоящий президент, нелегитимный. Что нам говорят две стороны? Значит, Евросоюз не имеет претензий к отмене выборов в Украине из-за войны. Отсказал представитель Еврокомиссии, что Брюссель считает, что это внутреннее дело Украины. Более того, украинский народ в своем большинстве, как и украинские политики, которые максимально непохожи и часто враждующие, они тоже их это все устраивает. Почему я об этом вспомнила? Потому что Лукашенко утверждает, что Россия может не подписать мирный договор с Зеленским после 21 мая из-за завершения его президентской каденции. Я взяла эту новость, потому что она, конечно, меня улыбнула. Лукашенко у нас, в принципе, такой петрушка, который должен что-то подтявкивать. Я безумно люблю собак, ну вот как шпиц, собственно, его, с которым он проверяет боеготовность своей армии. Сейчас он побывал несколько дней, как всегда, в Российской Федерации, снова встретился с Путиным. Что это за заявление? Действительно ли в России могут делать ставку на то, что кто-то когда-нибудь сможет нашему президенту сказать, ты не имеешь права подписывать? Кстати, хорошо, что они так думают, потому что капитуляцию мы подписывать не будем. Но, в принципе, что можно продолжать качать тему нелегитимности. Ну, вот смотрите. Ну, во-первых, чтобы было всем понятно, и так всем понятно, что никакие нелегитимные ни Лукашенко, ни Путина, это обычные узурпаторы, которых никто никогда никуда не выбирал. Путина с его 8, 7 и 5 процентами, ну, это только дурак может считать, что его хоть кто-то где-то куда-то выбирал. Ну, с таким же успехом тут я могу выйти и сказать, я теперь ваш царь буду вами командовать. Как в одном известном произведении. Ну, серьезно, что? Вы что, считаете, что именно формальная процедура обеспечивает легитимность? Что, серьезно? Когда такое было? Любой узурпатор по 10 выборов на день проводит, и что с того? Это первое. Ну, то есть мы этот аспект опускаем, где реально политическая система защищена законами, конституцией, реальным процессом избирательным, реальной политической демократии, реальной конкуренции и так далее. Да, в Украине есть проблема. Вы представляете, война. Война вот случилась, и вот выборы провести не важно, потому что людей переубивают. Они же специально переубивают, мы же понимаем, что это. Люди придут на участки, и они будут этими ракетами засыпать эти участки и будут, знаете, без всяких б, как говорится, убивать тысячами людей. Это что, цена такая, чтобы что? Ну, кто возьмет на себя такую ответственность? Это раз. Во-вторых, ну, есть формальные, худо, бедно, основной закон, который предполагает, что во время военного положения выборы проводить невозможно. Потому что, ну, невозможно их проводить. Невозможно, то есть, Украина не может их провести. Она, может, и хочет, но она не может их провести. Ну, то есть, нужно же понимать, где хочет или может. И в Европе, и в Америке это тоже отдает в себе отчет. Дискуссия же была внутренняя. Была. Американцы частично там, Госдеп, настаивали на проведении выборов. Давайте проведем. Не потому, что они хотели смесить Зеленского или там посадить какого-то иного. Это все пустые разговоры. Потому что они понимали, что в эту сторону будет гнать волну в том, что Зеленский нелегитимный президент после определенной даты и так далее, инаугурации, которая в девятнадцатом году состоялась. Во-первых, с чего бы это говорить о том, что Путин может не подписывать Зеленский? Во-первых, действует еще решение РНБО о том, что с Путиным никто вообще ничего подписывать не собирается. Это еще надо изменить, это положение. Раз. Во-вторых, ну, что-то я очень сильно сомневаюсь, что на соглашении будет, в принципе, стоять подписи Путина и Зеленского. Очень сильно сомневаюсь. Скорее, это будет трехсторонний документ какой-то, более сложный. И то результат каких-то компромиссов. И это будет какой-то рамочный, может быть, меморандум, не более того. Который еще нужно будет реализовать через какие-то отдельные решения. Потому что добиться объемлющего документа одномоментно, я очень сомневаюсь, что это возможно в принципе. Я напомню, что в Стамбуле, когда в марте, в феврале-марте, ну, марте 22-го года, когда началась война, работали рабочие группы, там вообще-то не исходили из того, что Зеленский и Путин подпишут этот документ. Там из этого не исходили. Это не предполагалось. Ну, то есть, может быть, и вышли бы на какие-то переговоры и решения там. Но после этого уже прошло 20-х годов, Путин военный преступник. Вот тогда это еще было возможно. Мало народу убили, понимаете. А сейчас перебили полмиллиона, сейчас, говорят, уже больше. И стоит с другой стороны, так сказать. Путем агрессии, которую осуществил Путин в отношении Украины. И что, получается, ставки те же, все так же, ну, для Украины. Для других может быть. Его он тут вот на саммит 20-ки даже приглашает. А для Украины ничего не изменилось. Только хуже стало. Гораздо хуже. То есть, с Путином, возможно, никто ничего подписывать не будет. Напомню, зерновые соглашения подписывали ООН Украина-Турция. Не напрямую. Не напрямую. А я, кстати, не исключаю, что такая же модель и будет реализована. Никаких прямых подписаний. Это что, Зеленскому брать на себя ответственность за согласие потерять 20% территории? Во-первых, он на это не пойдет, потому что народ ему не разрешит. Вот в этом и отличие. Путин может подписать все. Хоть подарить Украине Ростовскую область. Может и все. И никто не пикнет. А Зеленский не может. Понимаете как? А Зеленский не может. Потому что он производный вот этого общественного мнения и позиции избирателей. А Путин нет. Путин узурпат. Он может все, что хочет. Вот вообще все, что захочет. В этом разница. Понимаете? И если в Украине население, избиратели, украинцы поручат Зеленскому что-то подписать. Как они это решат? Это вопрос. Через парламент, референдум, еще как-то. Это второй вопрос. Он подпишет. А если не поручат, он ничего не подпишет. А зачем ему это делать? Для чего ему брать ответственность за капитуляцию, если это не позиция народа Украины? А зачем ему это делать? Ну просто зачем? Чтобы что? Чтобы, как скажут, мы ему денег дадим, там еще что-нибудь. Мы же слышим постоянно. Другое дело, что он в тяжелом положении, конечно, Зеленский. И я объясню почему. Потому что он рассчитывал на союзников. Они будут давать оружие. Мы тут, ну дойдем до границы 91. А они тебе говорят, ой, ты знаешь, мы уже пятый месяц, там шестой скоро, принимаем вам помощь 60 миллиардов. Вы нормальные? Вы же сказали, что вы будете давать бесперебойно до самой победы. А сейчас вы, значит, и теперь как бы ответственность на нем, понимаете? На Зеленского. Я знаю, что его и критикуют, и споры. Есть сторонники, там, Порошенко, Зеленского, тут еще, бог кого. Это вторично. Это не играет никакой роли, потому что выборов нет, их невозможно провести. Поэтому бессмысленные вот эти споры о том, кто лучше, кто хуже. Ну хорошо, критика, критика и так далее. Это для демократии нормально, даже в условиях войны. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Зеленский не будет ничего, ни с кем подписывать против интересов Украины. Без мандата доверия, которым он обладает, как выбранный президент. Поэтому угрозы такой нет. Да, Украина, не дай бог, может что-то потерять, проиграть и так далее. Но это никогда не будет по воле одного человека, Зеленского. Это будет позиция всего народа, сражаться до конца. Можно выиграть, можно проиграть, но это не будет предательства в виде, ну, зрада, это же типично в Украине обсуждение. Но это и не будет такого, потому что цена велика. Это же не вопрос, там, газ купить, продать или что-нибудь в этом роде. Это страна, судьба страны. Хоть никто на это не пойдет. Я очень люблю, когда вы говорите «в Украине», потому что, знаете, что у нас целая борьба шла долгие-долгие годы за то, чтобы все говорили правильно. Я когда читала материал, в котором было сказано, что это было сознательное решение в 2007 или 2008 году в офисе или в кабинете Путина, что теперь мы говорим «на Украине». Так как вот еще одно подчеркивание, что это неполноценная страна в том числе. И у украинцев было, я в свое время подметила, любимое развлечение к телеканалу «Дождь» приходить, пока они еще до полномасштабной войны, до многих событий. И да, это же либералы, и они всегда писали что-то «на Украине». И я смотрю, миллион двести комментариев, думаю, что такое, и каждый это справляет. Поэтому я думаю, что… Во-первых, я не очень понимаю этих споров, что очень тяжело говорить в Украине, вот я не понимаю. Не знаю, но все, даже все, кто называет себя оппозиционерами, либералами, кто должен понимать, что такое страна, что такое остров, где мы используем… Я знаю, «на» и «вы», и «на» на Кипре там, я понимаю, но я не понимаю, почему невозможно делать так же, как вы употребляете это по отношению к любой другой стране, говорите «вы» вместо «на». А потому что пропаганда приучила говорить «на». Ну, идиотизм – это все. Если украинцам не нравится, что говорят «на», надо немедленно говорить «вы». Вот и все. Возвращаясь к Лукашенко с его идеей, что нелегитимны будут какие-то договоренности после какого-то числа, цинизм особенный, хотя, ну, когда мы говорим Лукашенко, там, в принципе, других или Путина не может быть характеристик, тем не менее. Что нам готовит враг в ближайшее время? Это большое наступление. Об этом написала и Financial Times, они просто стали в череду изданий, которые об этом пишут, что Россия, возможно, как они утверждают, готовится к крупномасштабному наступлению в конце весны или летом. То есть, ну, по сути, это тот конец мая, о котором вспоминает Лукашенко, или лето, о котором говорил Зеленский. Направлений много называют, и Донецкая, и Херсонская, и Луганская, и Запорожская. Лично мне, хотя я снова всегда подчеркиваю, что я не военный эксперт, кажется, что это все преувеличение. Да, будут двигаться на востоке нашей страны, скорее всего, по всему фронту это невозможно. Но я, на самом деле, Марк, у вас хотелось посетить о другом. А как можно прийти и сказать россиянам, что война закончилась, и мы победили? Как можно понять, что наступила победа, если никто не знает, что такое цели СВО, что они реализованы, и что мы этого и хотели? Бесконечно классно сказал совсем недавно об этом Парфенов, он говорит, ну, если бы в начале войны сказали, что будут обстреливать Белгородскую область, что дроны будут лететь по Кремлю, то можно было бы сказать, ну, да, все движется по плану. А теперь, он говорит, непонятно вообще, где же конец, если не было никакого плана. Так вот, что такое победа по-кремлевски? А понимаете как, изначально, со старта, они и не закладывались на какое-то точное видение цели достижения этой так называемой специальной войны операции. Они же собирались за три дня Киев взять. Вот они взяли Киев и сказали, ну, вот же, вот это и есть победа. Сценарий сломался, по ходу сломался, да. Они начали маневрировать, что на самом деле мы вот хотим защитить регионы. Потом сказали, что на нас напали, мы вынуждены ответить. Потом, ну, и так далее. Цели все время менялись по причинам того, что все пошло не так, как планировалось. Понимаете? Она была, эта цель, захватить Киев, уничтожить Украину. А какая еще цель? Какой они ставили цель? Когда они напали на Украину? В 14-м году, потом в 22-м. Всегда была эта цель. Она никогда не менялась. Но она недостижима оказалась, как горизонт. Понимаете? И втянулись дальше. В зависимости от того, чем война закончится, то и продадут. Если она закончится мирным соглашением, по которому там разделят Украину. Или же, значит, под какими-то условиями вернут часть территории. Или еще что-то. Это и продадут как победу. Россиян продадут все на свете. Просто потому, что с их стороны нечего предъявить. А как они предъявят? Слушайте, вы нас обманули. Вы столько народу угробили. Там Белгород, там дроны, шмоны. А кто предъявит? Ну, кто предъявит? Из Орска эти орки? Да, я думаю, что там сейчас одно из видео гуляет. Это когда женщина говорит, мой муж на СВО, а в Оренбурге ее дом поплыл. И она говорит, what's going on? Ну, это очень закономерно, кстати. Деньги потраченные, которые должны были быть на укрепление дамбы, на твой дом и так далее, потрачены на твоего мужа, на СВО, вот и все. Вот и все. А почему она не понимает этой связи? Она не видит, как это все взаимосвязано? А я вижу, что это все взаимосвязано. Что если финансировать войну, там говорят, уже 6% официально достигли расхода на войну. В бюджете. Я, прошу прощения, приболел. И еще это загорело неправильно. Поэтому я выгляжу как моби. Это седые волосы на экране, отсвечивают через линзу. Так что хватит писать про то, что Фигин красит волосы. У меня каждый раз говорят, что я только ваксы крашу. Чем? Или там какая-то, я не знаю. Я просто седой человек. А вот. А значит, смысл здесь в том, что... Ничего смешного. Смысл здесь в том, что они продадут все, что угодно россиянам. И россияне это схабывают. Потому что, ну, а как? А что происходит до этого момента? Мы что, не видим, что происходит прямо сейчас? Россиянам можно продать все на свете. И они... Просто потому, что у них нет опции. Они это все примут как победу. И будут кричать, с бубном танцевать и кричать. Ну, понятно, не все. Конечно, когда мы говорим так обобщенно, надо прямо сказать. В России и сегодня, и сейчас есть люди, не принимающие ни путинскую систему, ни войну, ни украинофобию. Эти люди есть. Нам сложно говорить, сколько их. Один человек или 20%. Мы не знаем. Они часто молчат. Они не могут выразить свое отношение. Они идут в тюрьмы. Есть и такие. Это единицы. Их постоянно сажают. Их преследуют. Но абсолютное большинство, давайте не будем этого скрывать. Оно либо с энтузиазмом, либо молчаливо принимает то, что происходит. Люди не выступают против этого. Часто поддерживают. Их устраивает положение вещей. Даже если они ропшют, когда заливают их дома. Зачем мы обманываемся на этот счет? Тут у меня недавно был эфир. Я вот смотрю, у нас есть агентура такая внутри оппозиции, которая рядится в защитников русского народа. Я не буду их называть. Такая младопоросль, которая изображает, что не надо поддерживать Украину, российская оппозиция. Вот такие. А вы понимаете же, вот я им отвечаю, что поддержка Украины – это поддержка дебилов. Вас самих. Потому что, если Москва выиграет в Украине, вас раздавят, как клопов. На вас пасут, еще насрут на вас сверху, на ваши могилы. И непонимание этого всякого либертарианцев и так далее, оно приводит к тому, что они валятся, это такое же бывало в русской истории в 20 веке, валятся в сторону патинизма. Они и дойдут, как Казимбек, какой-нибудь с младородцем вернулся в Россию и так далее. Не рассказывать. Мы тут историю хорошо знаем. В их соглашательстве, в их примиренчестве, в их попытке, значит, изображать из себя патриотов русского народа, таится глобальная угроза всей идеи отдельности от путинского режима и его противостояния ему. Поддержка Украины – это, прежде всего, поддержка русского общества свободного. Вот тот, кто это не понимает, тот либо дурак, либо предатель. Вот мое глубокое убеждение.